Календарь автомобильной истории В котором мы вспоминаем какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего что с этим связано происходили много лет назад, а быть может и совсем недавно. Итак, сегодня вспоминаем события 8 декабря. 8 декабря 1932 года родился Клаус Лютте, один из самых выдающихся немецких автомобильных дизайнеров. Стоит отметить, что он занимал должность главного дизайнера в компании BMW. И этим все сказано. 8 декабря 1946 года на заводе имени Сталина был собран и прошел обкатку первый послевоенный автобус ЗИС-154. Конструкция данного автобуса была передовой для советского автопрома. Первый советский серийный цельнометаллический несущий кузов вагонного типа. После войны советские крупные города очень нуждались в вместительных и современных автобусах, таких как ЗИС-154. Пассажирам очень нравился новый автобус по сравнению с довоенными моделями. Главным образом, благодаря удобным широким дверным проемам, очень плавному и комфортному ходу, а рессорная подвеска очень хорошо проглатывала неровности в автобусе и не трясло даже по плохой дороге. Ну а также отличное отопление, вентиляция, а также освещение как в дневное время за счет большой площади остекления, так и в ночное. Водители были очень довольны простотой управления. Водить такой автобус было удовольствием. Кроме того, водитель меньше уставал. Ну, все это, конечно, по сравнению с довоенными моделями. Автобус был очень шумным, при трогании с места ревел. В салоне на задних рядах рев дизеля был очень навязчивым. Скорость он набирал медленно, но в общем, по сравнению с двоенными моделями, такой автобус был несравнимо комфортней и удобней. 8 декабря 1956 года американской публике был показан Форд Ранчеро – автомобиль с кузовом купе Утилити или сокращенно Ют. Его особенность состояла в том, что при размерах и комфортабельности легкового автомобиля он имел грузовую платформу, подобно пикапу. 8 декабря 1984 года концерн Daimler-Benz впервые представил публике свою новую модель с индексом W124. Автомобиль продержался на конвейере до 1995 года. 8 декабря 2005 года после полувека службы лондонские красные двухэтажные автобусы, легендарные Рутмастеры, снимаются с городских маршрутов. Этот день стал последним днем, когда автобусы, ставшие популярными среди иностранных туристов, вышли на улицы города. Машины стали жертвами нового правила Евросоюза, по которому все пассажирские автобусы должны быть приспособлены для посадки в них инвалидов, пожилых людей и пассажиров с детскими колясками. За время эксплуатации Рутмастер стал символом Лондона и, возможно, самым узнаваемым автобусом в мире. А особенностью Рутмастера было то, что в него можно было сесть прямо на ходу. Ну а на сегодня все. Завтра ждет нас новый день и новая серия проекта Календарь Автомобильной Истории. Каждый день ровно в 20.00 на нашем YouTube-канале смотрите свежий выпуск Календаря. Оставайтесь с нами и напоминаю, что удобнее будет следить за выходом новых серий, если подпишетесь на наш канал на YouTube. Делитесь своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео и будет очень здорово, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо большое за просмотр. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok